Всем огромный привет! С вами Dolce Vita. Давно я не снимала. Постоянно, как скажем, в разъездах, отъездах, вот. Но сегодня выдался момент, потому что я накрасилась. Обычно летом я никаких таких мейкапов не делаю. Во-первых, жара. Несмотря на то, что я не пользуюсь тональными основами, все равно жарко. Сейчас включен кондиционер, так что если там будет шум, ну, как бы, я думаю, он не сильно такой отвлекающий. В любом случае, видео не СМР. Вот. И да, что я говорила? Я говорила о том, что я сделала мейкап по поводу, потому что мы сегодня идем на день рождения одной девочки, исполняю это 5 лет. Ну, в общем, мы идем всей семьей. Фу, мне сейчас жарко, девочки. Я косу такую себе просто сделала и вот такие волны. Поэтому думаю, ну, чего, сниму девчонкам в видеопокупках. На канале таких видео практически нет. Но я знаю, что все равно вам интересно, особенно тем, кто общает со мной в комментариях и в Инстаграме. Вот. А любители СМР будут ждать немножечко попозже следующие видео. Кстати, спасибо вам всем за то, что тем, кто написал, поднял палец вверх, как сказать уже, русские слова совсем у меня уходят на задний план, да. Итальянизировалась, сициализировалась, сицилианизировалась я. Кто захотел влог, я обязательно его сейчас вот смонтирую, буквально там пару дней, пару-тройка дней выложу. И будет, я думаю, все-таки опять у меня дублировать буду АСМР и не АСМР. Одно и то же видео. Ну, плюс-минус, вот, чтобы было и нашим, и вашим, как говорится, интересно. Так вот, был повод накраситься, соответственно, был повод снять вам видео. Сейчас хочу показать вам кое-какие покупки. За два месяца их, как бы, конечно же, много, но покажу лишь некоторые. Причем, что, как бы, вот буквально с дороги. И кое-чем поделюсь. Покажу, наверное, все то, что больше всего мне нравится. Значит, давайте начнем так. Так, с детской вещицей я покажу вам платье для своей дочки. Кто следит за мной, знает, что в июне 6-го моей доченьке исполнилось 3 года. Вот, до этого я была на Сицилии. И я, естественно, купила ей платье на день рождения. Посмотрите, какое, чтобы она в нем отмечала день рождения. И я сейчас, девочки, в таком же пляжном платье, длиннющем, таком, интересном, желтым, ярком. Там вот такая спина. Вот, если вы заметили, вот такие вот сережки. Это керамика. А здесь лава с вулкана Этны. Лимоны, да? Лимоны, это у нас тоже символ Сицилии традиционный. Ну, так как там растут лимоны. Вот. И я решила одеть это платье, потому что это хлопок тонкий. Мне, на самом деле, очень душно почему-то. Хотя кондишен вроде идет, но он идет куда-то не в то направление. Ладно. Итак, я купила тоже такое вот желтое, к слову сказать, платье. Для своей дочки. Оно очень простое, но оно настолько, знаете, шикарно смотрится. Это органза такого лимонного цвета. Желтого даже. Ну, да, лимонного, белого. А внутри просто подкладка, это хлопок. Платье держит форму. Здесь еще вот такие вот цветочки. Но настолько оно нежное. Настолько оно... Посмотрите. Ну, красота, да? Вообще, девочки, смотрите. Какая красота. И причем так интересно было, я не сразу купила платье. Это был первый день, может, второй, когда я его увидела тогда еще в мае. А потом все-таки вернулась за ним, потому что посмотреть другие вещи, я поняла, что там что-то более экономное, например, да, совсем покупать. Но оно как-то так выглядит очень просто. Более там какое-то дорогое, да, допустим, блюмарин там брать за 200 евро, да, ну, я считаю, это не... Ну, как бы мы не покупаем такие вещи ребенку, потому что ребенок растет, зачем ей блюмарин за 200? Ну, может быть, конечно, если бы там вращение было всегда в определенных кругах, где все, да, детки одеты там, блюмарин и так далее. Может быть, но я не считаю нужным тратить такие деньги. Лучше, мне кажется, потратить и вложить в путешествие. Как вы, кстати, считаете? Вот оно нежное, и сколько комплиментов мы получили, вот недавно ходили к зубному. Вот оно так просто смотрится, но так, как моя девчонка, она тоже такой смугленыш, как и я. Вот, волосы светлые русы и выгоревшие, и карие глаза, как у меня, кстати, они как у папы голубые. Вот, то вот эта желтая, ну, вы видите, да, как желтая смотрится на загорелой коже, то комплиментов краса моя получила. И вот так вот дефилировала, знаете, она вся такая кокетка. Ну, в общем, такое первое платьице. Спела я воду. Ну, а что, мамочки любят же, правда, смотреть тоже на детские вещицы. Так, сразу вот эти вот сережечки, девочки. Значит, это лимоны здесь, ну, я уже сказала, здесь. Это керамика вот, это лава. Вот, в последнее время я отдаю предпочтение именно вот этим сицилийским хендмейд-украшениям. Золото меня вообще больше не интересует, вот правда. И смотрите, сразу покажу, что еще я купила. Я купила вот такую вещицу. Это тоже такая, это голова. Там есть мужская и женская голова, у них и сережки такие. Это тоже керамика. Смотрите, какая прелесть. Вот, тоже все это ручная работа, роспись. И такой вот шнурок очень интересный, да, тройной. Тройной шнурок и с такими вот золотыми, золотыми еще креплениями. И вот застежка очень тоже красивая. Застежка напоминает что-то такое арабское. В общем, ну, вот если я сейчас надену его, а давайте-ка я надену. К платью вообще идеально подойдет. Единственное, что почему я надела только серьги, потому что я считаю, что все-таки серьги настолько индивидуальны, да, что еще, то есть каждый из этих, сама не застегнула, то есть каждый вот из этих украшений, их как-то лучше все-таки по отдельности носить, да, то есть они вот притягивают взгляд по одному, да, что сережки, что это. Но в принципе, в принципе, да, посмотрите, и форма. Я не искала специально абсолютно. Я вообще их маме привезла, но мама сказала, носи уже пока ты. Мы часто с мамой меняемся чем-то. Вот, видите, да, эти капли внизу, вот, и цвета перекликаются. В принципе, можно, особенно вот в такой вид. Но я предпочту все-таки носить это отдельно. Но сейчас на видео пусть будет. Это голова. Я вот сейчас точно не вспомню, я где-нибудь оставлю ссылку, если не забуду. Вообще, это Oki Verde Bijon, Made in Italy, такая вещица. Знаете, на Сицилии можно найти много, что вы мне не видите, много такого вот товара и за 10 евро, да, но это будет китайская, вот. Это будет китайская, это не будет керамика ручной работы и так далее и тому подобное. Это же уже, ну, как сказать, ну, вы поняли, да, вещь непросто. Не китайского производства. Вот. Изолабелла, еще одни сережки. Я показывала их в своем видео о покупке мамы и дочки, там, по-моему, СМР было, да, у меня. Вот смотрите, девочки, сейчас я наведу курсор, сфокусирую. Вот такие еще серги, тоже ручная работа. Это уже металл, покрытые они здесь, тут, по-моему, и золотое напыление. Это Тринагрия, символ Сицилии. Вот эти украшения, это такая вот джоелли, то есть это уже ювелирные украшения считаются. Видите, как затемнение идет, а что такое случилось? А вот, вот, если будете на Сицилии, обязательно купите. Но знаете, может быть, я сниму отдельное видео, вот у меня всего лишь трое сейчас пока таких украшений, ну, может быть, просто покажу вам близко в режиме, так, это волос не мешает, вот. Может быть, покажу вам близко в режиме СМР эти украшения, но меня тянет сейчас на это, нежели на какие-то там золото, бриллианты. Хотя, конечно же, на день рождения, как бы, мне больше нравится, наверное, получить. Хотя, вы знаете, вот честно, вот лежат сапфиры, лежат бриллианты. Я, конечно, уверена, что еще они будут надеваться, не только мной, да, но вот это, вот это же каждый день можно носить, да. И это настолько неординарно, правда? Так, следующее, что я вам покажу, это будет, конечно же, обувь. Вы знаете, что я люблю обувь и вкладываю, ну, скажем так, если уж брать мои женские увлечения, да, то это не косметика, это именно обувь. Покажу вам вот такой пару босоножек, такого песочно-кремопудрового цвета, на высоченном, в принципе, да, очень высоком, я думаю, сантиметров 12 здесь, а то и 13 каблуке, очень устойчивым, потому что он толстый, именно такие босоножки я искала. Здесь такая есть платформочка небольшая, очень эстетичная, да, пробка, соломка, такие очень красивые сочетания цветов. Ну, что сказать, такие босоножки подойдут под все. Это, знаете, какой бренд, помните, может быть, если кто следит видео, смотрит, там было видео в сентябре, по-моему, о покупках Сицилии, и сапоги такие зеленые у меня болотного цвета, очень похожие, вот такой же каблук там идет, и подошла с красной прорезью. Так вот, это итальянский неаполитанский бренд, кондиционер заработал, фу, надеюсь, сейчас мне хоть будет чуть-чуть полегче, девочке тяжело на самом деле снимать, в такую жару еще волосы распущены, возможно, сейчас хвост заколю, потому что, ну, жарко. И вот это бренд, Джанни, Джанни, ой, забыла, записано у меня, в общем, они вначале вот назывались Ле Марине, вот, Ле Марине, и сейчас Джанни забыла, девочки, ну, забыла, то есть это такая, знаете, ценовая политика этого бренда, где-то, ну, выше среднего, конечно, но это не лакшери, не люкс с безумными ценами, вот. Например, эти босоножки стоят 175 евро, так как я уже у них покупала, а я такой человек, который напомню о себе, и скажу, что сапоги были куплены, и сделают звонок хозяйке, естественно, отдадут еще скидку, и сделают, плюс еще такс-фри, того. Итого, в общем, они мне обошлись, сейчас вам скажу, 130 евро. Натуральная кожа, замш, качество просто люксовое, сейчас мы сравним со следующими босоножками Прада, и вот, поэтому, конечно же, я забрала, причем они такие, взяла их вторыми, купив уже Праду, но я посчитала, что за 130 евро никогда в жизни, ни в каком Минске, вы не купите ни в Минске, ни в Москве, там нигде бы то ни было, да даже в той же Италии тяжело найти, я вам хочу сказать, что-либо красивое, и вот по такой адекватной цене, это либо люкс за 400 и выше, да, либо что-то такое, ну, качественное, но не совсем такое, знаете, как сказать, вот, гламурно-красиво, я не имею сейчас в виду гламур, чтобы это было нечто такое пестрое, я имею в виду гламур, аккуратность, женственность, элегантность, вот, эти босоножки олицетворяют, то, что я, скажем, то, что при, ну, вот, то, что мне близко, вот, вот, еще раз я вам покажу, вот такие, вот такие, и давайте сейчас я вам покажу сразу следующие босоножки Прада, за них, к сожалению, я не смогла взять Tax Free, но я думаю, я еще в течение, естественно, какого-то времени попаду на Сицилию, хотя Tax Free должны давать только на неношенный товар, но посмотрим, все-таки 60 евро жалко дарить Сицилии, Италии, казну, почему я должна дарить? Не должна, итак, девочки, смотрите, какая прелесть, тот же толстый каблук, он чуть-чуть, конечно же, пониже, он толще, это замш, посмотрите, какие босоножки, знаете, вот на самом деле, и здесь вот такие прорези, в общем, это суперудобная, суперяркая, суперподходящая под все обувь, и под дневной лук, и под вечерние, и под джинсы, ну, согласитесь, я вам расскажу коротенькую историю, вообще я обувь, ну, скажем, свыше там 350 евро сразу не беру, я вначале пройдусь, посмотрю, вернусь, может, через день, через два, вот, но дело в том, что, ну, иногда беру сразу, когда уже последний день, здесь, в принципе, был этот случай, но еще сыграла роль вот какую, в Тармине, где я покупаю всегда в одном магазине, они называются Паризой, они делают, у них бутики одежды вот этой лакшери, обуви для детей и для мужчин, так, чтобы помада не расползлась, так вот, в мае, вот эти вот, как их называют, эспадрильяс, новая такая, дизайнер, и не помню, как ее зовут, в общем, ну, она создала эспадрильяс, очень классный, очень, очень красивый и очень удобный, стоили они там где-то 250 евро, и вот я вот хотела их забрать, но так как, в принципе, я сразу не покупаю, я обычно пройдусь, посмотрю, а уже было поздно вечером, и, возможно, я бы и взяла в этот день, но это мы уже, магазин закрывался, так, перебил звонок, так вот, не забрав тогда те очень красивые и очень удобные эспадрильяс, ну, как бы все, их не стало, я вернулась за ними через два дня, а нету не то, что там именно их в моем размере, нету вообще все линейки более-менее похожих этого дизайнера, скупили все, там очень много туристов, и, ну, согласитесь, 220 или 230 евро минус такс-фри для там, для японцев, для американцев, ну, вообще, это не те деньги, да, то есть, когда обувь классная, удобная, и вот в этот раз, зайдя в этот магазин, я сразу же сказала, комейсе, воспитательница, продавщица, в общем, консультанту говорю, мне нужна обувь на высоком, толстом каблуке, она сказала, у нее нету, нету таких пар, показала там не какие-то замшевые, черные, вечерние, черные, ну, нет, 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 чьи-то спяща, ми-то спяща, ва-бене, я выхожу, и, вы знаете, я просто смотрю на витрину перед магазином, витрина такая большая, в общем, такая, как лабиринт, и я вижу вот эти босоножки, именно этот каблук, который я хотела, я возвращаюсь, говорю, вот те босоножки покажите, вы сказали, что нету, но, ну, я, да, не придала значения, оставалось 20 или 15 минут до закрытия, и, вы знаете, я подумала, не возьму и сейчас, ни в какой аутлет я не поеду, потому что терять целый день я не хотела, не найду ничего, а, и, к слову, когда я была в этом магазине, вот такого же плана, да, вот как эти босоножки, была Prada на более тонком каблуке, очень удобный, в таких же цветах, ну, вот, очень похожий на эти, я такая, знаете, так себе, а они мне говорят, ну, да, красиво, конечно, но я не взяла, и вот потом, когда я стала мерить эти, я уже стала вначале, думаю, все, забираю, я пошла рассчитываться, и тут на кассе они мне говорят, ну, те тоже, конечно же, видны, и девочки сделали ошибку, я им потом сказала, говорю, зачем вы сбили меня с панталыку, но они сделали для того, что они мне потом начали говорить, возьмите две пары, вот это такое, я говорю, ну, вы знаете, там, 600 евро втюхиваете в две паровые, когда я, в принципе, сейчас эту я каждый день смогу носить, и то, еще ни разу, ну, а высокий каблук, это только там куда-то на выход с мужем, вот, потому что, ну, как-то не ношу я сейчас каблуки высокие, тем более, хотя он удобный, и вот про ту пару они мне тогда сказали, вы найдете нечто похожее, но в более экономном варианте, и как воду смотрели, после этой покупки я их забрала, потому что, ну, это был как знак, не заберешь, это была последняя пара, она была на скидке 40%, вот, не заберешь, вернешься и не будет, и я правильно сделала, что я забрала, потому что эта обувь будет мне опять служить очень долго, я часто, знаете, вкладываюсь в такую вот дорогую обувь, особенно, когда она на скидке, это так приятно, ну, представьте, минус 40% и минус еще такс-фри, который, я думаю, все-таки заберу, еще 12%, и того минус 50% такая, такая удобная, красивая, яркая босонушка, ой, ну, люблю я обувь девочки, ну, что сделать, и при этом я не скупаю прям все-все, ну, и это согласитесь, они вот мне сказали, найдете нечто похожее, и так и произошло, потом где-то через полчаса я остановилась в витрине вот этого магазина, где покупала сапоги, а я уже перед этим останавливалась, кстати, да, и ничего там, и видела их, но они были в желто-ярком цвете, но в желто-ярком цвете как-то, ну, я не вижу себя в таких босоножках, яркий желтый замуж, а потом вдруг я все-таки зашла снова посмотреть и увидела их, и другие еще, и стала мерить, потому что они очень похожи на Prado, но стоят в два раза дешевле, да, ну, на Prado со скидкой, потому что Prado без скидки, это уже выше, там, полтысячи евро, поэтому я люблю покупать девочке дорогую обувь, но когда она на скидке, еще когда вот такой классный улов, согласитесь, как вам вообще эти босоножки, кстати, напишите мне, какие вам нравятся больше, эти, ну, ничего, что я в пленочке показываю, или эти, они разные, но они обе функциональны, так, поехали дальше, что у меня еще, чтобы вам показать такое, чего я без ума, то, что я таскаю, это вот такие джинсы, немного рваные, вот с такими аппликациями, красивыми, эстрадиками чуть-чуть, вот так, в инстаграме вы, наверное, должны были видеть, может быть, я вставлю фото, девочки, они безумно удобные, они сидят на попочке идеально, они не висят, знаете, как вот эти бойфренды, но при этом они легко облегают, ну, ножка в них свободно себя чувствует, эти рваные, вот эти вот штучки, они тоже очень так сделаны, так как нога не облегается, то вот эти вот рванье, оно и не, ну, не дает просвечивание этих ног, то есть нет вульгарщины, а есть такая, знаете, гламурность, стильность, но при этом все равно женственность сохраняется, вот, это у нас, по-моему, он произносится лифт джоу, ну, вы должны знать этот бренд, он не супер дорогой, не супер, не супер дешевый, да, то есть это такая средняя ценовая политика, но джинсы на самом деле мне, вначале они мне приглянулись в одном магазине, но я их не стала мерить, потому что я спросила, это бойфренды, она говорит, да, бойфренды свободные, я думаю, нет, такие не хочу, а потом было свободное время, опять же, в мае, и около гостиницы, где я жила, был этот магазин, я зашла, ни одного посетителя, я вынесла мозг, я перед продавцам, их было трое, один гей, и две такие тетки, одна, вернее, одна девушка, которая, в принципе, была приветливая, а другая такая тетка неприятная, есть такие итальянки, знаете, которые прям, ну, я не знаю, они как будто, как будто ты им денег должен или что-то им должен, или гимн спеть, в общем, я вынесла мозг, потому что я перемерила 5 пар и по разным размерам, так как я поправилась по сравнению с прошлым летом, то, то есть я между С, М, вот так вот колеблется мой размер, да, ну, там между там, ну, в общем, мне и джинсы же тянутся, то есть хорошо, что я не взяла те, которые были более большие, даже я сейчас подумываю, можно было бы взять и поменьше, а может быть и нет, ну, в общем, вот такие классные джинсы, в принципе, не люблю рванье, но это нечто, это очень удобно. Следующая, девочки, что я вам покажу, уже показывала, тоже показывала я в магазине, это вот такие шортики, эти шортики безумно дешевые, это швейцарский бренд, ой, забыла как, я вам про него рассказывала еще в феврале, в марте, когда, извините, что-то мне тут помада не потекла, первый раз, когда открыла его для себя, в общем, посмотрите, какая прелесть, это все катон, такие шорты, они сделаны юбочкой, они короткие, но они сделаны юбкой, юбка, шорты, поэтому шикарно смотрятся, с балетками классно смотрятся, с этими, с эспадрильями, очень удобные. Классненько, так, дальше, что я вам еще покажу, что я тут, что я тут положила, блузочку еще одну, вот такую вышивка, вот, смотрите, какая прелесть, тоже на скидках попалась, такая вот вышивка красивая, тончайшая, тончайшая, по-моему, это вискоза, вот, тоже какой-то Сандро, не знаю, Ферроне, но Рома сделана в Риме, то есть в Италии, не Китай, не Китай. Сейчас в Китае у нас и Максмара пальто шьет, и Труссарди, ну, ничего не поделаешь. Так, любите, вы любите вообще вышивку? Я обожаю. Ну, и, конечно же, тоже куплено, когда еще и лето-то не наступило, но я вот чувствую вещи, сегодня это большущий, большущий такой модный тренд, это вот такие широченные брюки, длинные, широкие, сейчас вам это как бы показать лучше, ну, сдалека, чтобы вы понимали, то есть это как летящая такая длиннющая юбка, длинные платья и юбки я не ношу, а брюки такие взяла. Тоже вискозка, очень мило, очень, вообще так, знаете, удобно, когда вот не знаешь, что надеть, вроде не хочется и ноги оголять иногда, но бывает такое настроение. Ну, вот такие брюки, вот эти вот, мне очень понравилась расцветка, качество. Это тоже недорогой бренд, кстати, в Минске когда-то был у них магазин, Сильвян, ну, как он читается, в общем, Сильвян Хич, Сильвян Хич, не знаю. В общем, вещи у них такие недорогие, ну, не по 20-30 евро, ну, по евро 50, вот. Так, у меня остались платья, очень многие вещи у меня дублируются в Инстаграме. Почему я быстро говорю? Потому что мы уходим на день рождения, и потому что у меня корчается карта, поэтому извините мне за тараторение, но я знаю, что покупки мои смотрят девочки, которые уже знают меня. Лузка, посмотрите, какая прелесть, это, как же его, Дезегуаль. Дезегуаль я ничего никогда не покупаю, они такие яркие, пестрые, но в этом году коллекция, ну, просто у них супер. Смотрите, какая рубашка, ну, просто сказка, и бабочки, и цветы, и надписи, и все так же. Такой, знаете, а-ля Дольче Габбана стиль, мне очень нравится. Ну, как вам? И вот эти рукава, такие нам закатанные уже, да? Супер рубашка, супер с джинсами, стильно, красиво, удобно, легко. Ну, такую вещь приятно купить, вот я ее купила еще в мае. Так, следующее от Дезегуаль, сразу покажу. Все, видели вы, девочки, кто следит в Инстаграме? Это такое платье, тоже белое, посмотрите, какая прелесть. Вот, кружево это, да, плетенка, тоже, оно вот как сделано, как вверх вот такой идет, видите, да? Вот, а низ, смотрите как, они по-другому уже, вот таким кружевом. Вот, ну и подъемничек, хлопок, вот тоже на все случаи. И вечером одеть можно с босоножками, вот теми, которые показалось любым днем, господи. Ну, классное платье, единственное, что не было скидок, было 10%, вот оно как бы, ну, 100 евро вышло, да. Ну, это платье тоже на многие, многие, я считаю, сезоны, годы. Дальше, девочки, то, что я в мае не взяла, пожалела денег и сказала себе. Ну, пожалела, потому что я не увидела это платье, вот, это Гэс, Бай Марсиано. Я не увидела его летом, это не летнее платье, в нем жарко. Я увидела, что это платье для осени, театр, опера, ресторан, ну, в общем, какая-то вечеринка. И я не ошиблась, я сказала себе, я приеду, и если летом будет, оно на скидках, я заберу. И вы представляете, в Таармине магазин закрывается через 2 минуты, уже все вышли. И я захожу, то есть она еще ключиком не поворачивала, и я вижу эти платья, и я вижу свой размер, и я меряю. И там был маленький, был малюсенький дефект, я его, даже его и нету уже, как царапинка, знаете, но это не царапинка, это грязь была. И мне еще хозяин делает еще скидку, то есть я его забрала минус 50%. То есть 200 почти евро оно стоило, но я посчитала летом в мае брать, да, ну зачем? И я сказала себе, на скидки заберу, и оно меня дождалось. В чем прелесть, девочки, помимо цветов, гипюр, гипюр на спинке, гипюр на рукавах, гипюр вот здесь. Ну и, конечно же, вот такие вот эти вот цветы, фоточку, может быть, вставлю, если и найду. Не знаю, буду монтировать, девочки, видео или нет, очень много делал, дочка, в общем, вы понимаете. Цветы эти тропические, на этом фоне, черный цвет меня всегда убивает, бледнит, но когда есть что-то яркое, а этот гипюр еще, вот тут так расстегивается, спиночка, вот. Ну, мне кажется, супер. Так что вот это платье меня дождалось, и я буду его надевать куда-то на выход осени. Дальше вот такое платье я еще взяла, это фирма Фракомина, Фракомина, оно тоже такой бюджетный, не бюджетный, средняя ценовая политика, я решила взять. Оно уже не в облипку, тоже в инстаграме постила, оно очень классное, сверху просторное, оно не по фигуре снизу, ну, посмотрите, какой принт. Ну, раз я могла пройти мимо бабочек, я люблю бабочек, принты, и главное, что, видите, да, оно раз-раз, а потом вот такой идет какой-то принт-бук в каких-то неразборчивых, и легкий-легкий принт, вот эти бабочки более бледные, переходит в такой же яркий насекомочный мир. Ну, по-моему, класс, правда? Это было прохладно, я одевала, мы ходили там куда-то с мужем ужинать, с мужем ужинать, да, и я надевала, и очень даже классно. Так, ну и последнее, вот платье тоже такой вариант, уже не буду, чтобы внизу висит другое снимать, полосаточка, полоска сегодня в тренде, вот такой хлопок, плотный замок, и оно колокольчиком идет, оно не облегает бедра, оно здесь облегает, а дальше такой, как колокольчик, как тюльпан, платье тюльпан. Хлопок, ну хлопок такой плотненький, но классно все равно в нем, не жарко. Это тоже вот этот Sylvan Hatch, не знаю, линия Real, купила я его тоже в мае, нарадоваться не могу, очень функциональное платье, то есть совсем-совсем-совсем. Так, что еще? Ну, уже, наверное, а, еще красная сейчас вам покажу, и вот эта блузочка летящая Motivi, Motivi недорогой бренд совсем, но вот эта у них стоила 50 евро, девочки, вот эта блузочка. Но, вы знаете, это как шелк, хотя это не шелк, вот эти крылья бабочки легкие, но это шелк. Меня поразила полоска, меня поразила, ну, поразила, мне понравилась простота, и в то же время настолько, ну, нетривиально, правда? Эти красивые крылышки, нежные, вроде как нежные оттенки, в то же время яркие. Вот вы видите, как мне идет, вот это я сейчас загоревшая, когда я бледная, как, ну, не как поганочка, ну, в общем, когда я бледненькая, мне нужны яркие тона, хоть и блондинка, но вот черный-черный он меня съест, когда я не загоревшая. И последнее, девочки, платье, платье, которое я надевала на день рождения своей дочки, это тоже ГЭС, ГЭС, только что это у нас за линия, сейчас посмотрим. Так, в общем, не буду есть, но, в общем, девочки, это ГЭС. Сейчас я видела, это такое красное платье, вы видели в покупках АСМР и тут как-то в магазине. Такие платья я видела, у какого же я дорогого бренда вдруг это увидела. Вот прям один в один, только синего цвета, вот, девочки, не вспомню. Короче, сейчас вот эта вот фишка такая, да, вот именно ткань, она вроде как набивная полоска и дырочки. Ну, сейчас не вспомню, дай бог памяти. Ну, какой-то дорогой бренд, какой-то, может быть, может быть, не Сони, нет. Ну, в общем, девочки, я не помню, но я увидела это еще у кого-то. Увидела более экономного варианта, экономить, ну, более дешевый, тоже очень хорошее качество. И вот у кого-то дорогого я увидела, не вспомню сейчас. Так, ну вот, девочки, показала вам платьице, показала вам эту обувь. Уже не несу я сюда, как их называют эти, эспадрилья, вы видели сто раз, я думаю, и в ролевых играх, и в Инстаграм. Очень быстро рассказывала, извините, потому что у меня лимит вот на, я айфоном снимаю, и мы убегаем, и мне нужно сейчас погладить рубашку мужу, ну, в принципе, я собрана. Так что вот такие дела, пишите, что вам нравится, понравилось, понравились ли вам эти украшения. Вот, какое платье приглянулось больше из босоножек, какие больше понравились, красные или те, носите ли рваные джинсы. И вообще, что этим летом вы носите, девчонки. Всех люблю, большое всем спасибо, всех целую. С вами была ваша Дольча Вита. Скоро сниму какую-нибудь ролевую. Большое всем еще раз спасибо за ваши комментарии. И, бачо, чао, апресто, и граци. Девочки, забыла вам показать вот такой жакет, купила я его случайно, просто мне было прохладно вечером. Пудровый цвет, конечно, не с этим платьем, у него и такие карманы с красной отделкой. Он очень красив к лицу, он очень освежает, вы видите, необычный, с джинсами классно смотрит.